Механика мозга Как мы воспринимаем окружающий мир? Верим ли мы тому, что видим? В этом фильме мы покажем примеры зрительных и слуховых иллюзий, сенсорных загадок и обманов мозга в сферах искусства, науки, в природе и в психологии и узнаем, как возникает обман чувств. Вы просыпаетесь, завтракаете и проживаете день до того, как уснете, видя миллионы предметов разных размеров, цветов, обычных или не очень. Как мы смотрим и действуем? То, что мы видим, на самом деле такое? Или это просто эффект? Когда мы видим определенные цвета или образы, мы воспринимаем явление под названием «послеобраз». Это оптическая иллюзия, которая возникает после того, как объект был увиден. Например, яркое сияние после сильной вспышки света. Или эффект движения после быстрого пролистывания серии изображений. Вот прекрасный пример «послеобраза». Сфокусируйтесь на носу девочки на 30 секунд. Сфокусируйтесь на носу девочки. Теперь переведите взгляд на белую поверхность, потолок или стену. Что вы видите? Вы видите цветное изображение девушки. Вот другой пример. Посмотрите на этот город. Смотрите без отрыва на центр красной точки несколько секунд. Когда время истечет, вы увидите цветной город, даже если он будет черно-белым. Здорово, правда? «Послеобразы» — это визуальные иллюзии, которые сохраняются после того, как реальный объект исчез. Они показывают противоположный цвет. Если вы будете долго смотреть на черный квадрат, а потом посмотрите в сторону, то увидите белый. Вот еще пример. Видите точку в центре изображения. Смотрите на нее несколько секунд. Картинка может плыть, но вы продолжайте фокусироваться. Вот, куда делись цвета. «Послеобразы» — удивительные эффекты, меняющие цвет и образы предмета. Добавим творчество, и мы творим чудеса с неподвижными предметами, оттенками и нашим воображением. Почему бы не создать несколько штук самостоятельно? Факт. На ранних сроках беременности нейроны плода растут со скоростью 250 тысяч в минуту. Когда мы смотрим на предмет, наши глаза часто не видят картину полностью. Некоторые части ее как бы скрыты и невидимы. Это называется побочное торможение. Нейроны в нашем мозгу тормозят друг из-за друга. Другими словами, соседние визуальные нейроны реагируют слабее, когда активированы вместе, чем по отдельности. Чем меньше соседних нейронов задействовано одновременно, тем быстрее и лучше будет реакция. Можно подумать, что торможение означает понижение способности визуальной системы обрабатывать информацию. На самом деле, все наоборот. Этот процесс доводит эту способность до совершенства. Дело в том, что нейроны, находящиеся у края зоны, реагируют лучше, чем те, что в центре. С одной стороны, крайние нейроны получают отзыв от соседей с одной стороны, дальней от центра. С другой стороны, нейроны из центра зоны получают отзыв со всех сторон сразу. Взглянем на картинки, взятые с космического корабля. Мы увеличили их на компьютере, используя процесс, близкий побочному торможению. Компьютерные изменения начальных снимков заставляют соседние точки нового снимка влиять друг на друга. В результате, размытые края становятся более четкими. Чтобы проиллюстрировать побочное торможение, воспользуемся так называемой решеткой Германа. Внимательно посмотрите в центр левой решетки. Обычные люди видят размытые серые облака и пересечения светлых полос. Но никогда вы смотрите прямо на них. Интересно, почему мы видим серые облака? Причина проста. Размытые облака возникают, потому что пересечения вызывают побочное торможение белых областей с четырех сторон, в то время как боковые области только с двух. В результате сигнал от нейронов проходит слабее возле пересечений, чем сигнал, улавливаемый в секциях между ними. Именно это создает иллюзию серых облаков внутри. Кто бы мог подумать, что простое сочетание черного и белого может иметь такой эффект? Представьте себе, что могут сделать более сложные цвета и формы. Пределов нет. Попробуйте сами провести подобный эксперимент. Вы непременно обнаружите что-нибудь изумительное. Факт. Алкоголь мешает процессам в мозге, ослабляя связи между нейронами. Разобравшись с черным и белым, давайте поиграем с разными цветами. Вы знаете, что если смешать основные цвета, получится совершенно другой оттенок. Синий с красным дают пурпурный, синий с желтым — зеленый. И это не все. Есть еще великое множество оттенков. Помните, раньше фотография была черно-белой? Классика. Потом появилась цветная. До ее разрешения и качества с годами менялись. Стремясь улучшить качество фотографии, ученый-изобретатель Эдвин Ланд сделал открытие. Он сделал три монохромных или черно-белых снимка, передававших части красного, зеленого и синего тонов. Каждый снимок делался с помощью особого фильтра для камеры. Затем он соединил все три вместе, так же, как это происходит внутри цветного телевизора или монитора компьютера. Взгляните на снимок. Он собран из двух чередующихся изображений. Видите странные линии всех оттенков красного? Они отображают красный компонент. Изначально все линии серого цвета. Эти получились после удаления зеленого компонента. Зеленый заменили на белый. Следующий снимок сделан с помощью стиля шахматной доски. Вы помните, как выглядит эта доска? Мы создали нечто подобное, собрав красные и серые квадратики. Зеленые квадратики заменились серыми. Лучше всего смотреть на изображение, выключив свет. Тогда он засияет яркими красками. Попробуйте. Причина, по которой мы видим некоторые тона на данных изображениях, состоит в постоянстве цвета. Постоянством цвета называется возможность видеть истинные цвета предмета вне зависимости от его освещения. Например, мы можем узнать банан, неважно, желтый он или подсвечен, в синем спектре. В нашем представлении банан желтый, хотя из-за подсветки он выглядит зеленым. Посмотрим на другом примере. Это иллюзия манкера. Вот несколько групп квадратов. Какие из них светлее, а какие темнее. Поверите, если я скажу, что все они одного оттенка. Не верите своим глазам? Давайте проверим. Взгляните на синие линии. Можете отличить, какие из них более темные. Теперь посмотрим на них бесфоновые картинки. Видите? Они все одинаковые. Теперь вы не совсем уверены, какой цвет темно-синий. Факт. Информация может передаваться со скоростью от 50 сантиметров до 120 метров в секунду. И у людей, и у рыб два глаза. Но мы видим предметы по-разному. Хотя у рыбы тоже два глаза, она видит все вокруг. Возможно, дело в их расположении. Люди же, как мы знаем, не способны видеть панорамную картину вокруг себя. Слепое пятно — особая точка в нашем глазу, которая обозначает место крепления зрительного диска и зрительного нерва к сетчатке. На нем нет фоторецепторов, колбочек и палочек, и изображение не распознается. Слепое пятно в правом глазу расположено справа от центра фокуса. В левом — наоборот. Когда оба глаза открыты, мы не замечаем этого, потому что поля зрения глаз перекрывают друг друга. Даже если мы закроем один глаз, сложно его обнаружить, потому что мозг автоматически пытается достроить недостающие части картинки или игнорирует их. Очень умно с его стороны, не правда ли? Хотите найти слепое пятно? Не говорите, что у вас его нет. Вот что мы сделаем. Взгляните на картинку на экране. Теперь закройте левый глаз и смотрите на крестик только правым. Теперь подвигайтесь вперед-назад, пока не исчезнет черная точка. Посмотрите на точку в середине цветного пятна. Ничего не замечаете. А если она будет на фоне схемы? Что происходит с линиями, когда точка исчезает? Получается, мы видим не так много, как думаем. Вот еще один фокус. Сперва закройте правый глаз. Теперь левым глазом посмотрите на красный круг и медленно двигайте головой вперед-назад. В итоге вы заметите, что синяя линия не прерывается. Мозг достроил пропавшую часть за вас. Попробуем то же самое с другим рисунком. Закройте правый глаз. Левым глазом посмотрите на знак «плюс». Теперь медленно приблизьте картинку к лицу. Видите, что разрыв между вертикальными линиями исчез. Попробуем еще один опыт. Снова закройте ваш правый глаз. Снова посмотрите левым глазом на знак «плюс». Вы видите красную точку на периферии зрения. Продолжайте смотреть на «плюс» левым глазом. Красная точка будет приближаться и удаляться. Возникать и исчезать, попадая на слепое пятно. Забавная шутка, правда? Факт. Части мозга имеют свои функции. Фраза, что люди используют только 10% мозга, в корне неверна. У привычных предметов разная структура и форма. Линии, многогранники, арки встречаются не только в учебнике геометрии. Они есть в нашей квартире. Но когда мы на них смотрим, можем ли мы с точностью сказать, что видим то же, что и другие люди? Или хотя бы смотрим на них так же? Чтобы это понять, обратимся к иллюзии Мюллера-Лайера. Эта иллюзия возникает, когда геометрическая фигура разделена на две части одной длины, но они воспринимаются как разные в сравнении друг с другом. Звучит странно, правда? Следующий рисунок поможет нам понять, что имелось в виду. Вот две вертикальные линии одинаковой длины. На концах они ограничены символами, похожими на стрелки. Одни стрелки направлены внутрь, другие — наружу. И у нас создаётся впечатление, что линии разной длины. Заметим, что линия со стрелками, смотрящими внутрь, кажется нам короче. Также эта иллюзия возникает и на реальных объектах. Теперь убедились, что они одинаковые. Или всё ещё хотите измерить их рулеткой? Есть три возможных теории, объясняющие эту иллюзию. Первая — теория перспективы. Она гласит, что мы используем углы, чтобы измерить глубину и расстояние. Когда мы видим эти линии, мозг воспринимает их как ближний и дальний план на двухмерной картинке. Вторая — это теория движения глаз. Она гласит, что глаза двигаются чаще, когда видят линию со стрелками внутрь, чем ту, где стрелки смотрят наружу. Третья теория — теория ассимиляции, согласно которой мыслительный аппарат не способен разделить фигуры на исходные элементы. Существует много аргументов против любой из них. Сколько людей — столько мнений. А всё началось с двух линий одинаковой длины. Кто бы мог подумать, что простая вещь может быть такой сложной? Двусмысленные иллюзии — это образы или предметы, заставляющие нас выбирать из двух вариантов. Как правило, человек видит только один из них, но потом замечает и второй, обычно после нескольких попыток и подсказок. Если вы попытаетесь увидеть оба варианта одновременно, вы не успеете заметить первый. Как бы сильно вы ни старались, увидеть оба сразу просто невозможно. Один будет всегда перекрывать другой. Взгляните на примеры. Разве вы видите два образа сразу? Вот что значит «палка о двух концах». Факт. Когда вы что-то вспоминаете или запоминаете, в мозге образуется новая связь. Когда вы смотрите фильмы в 3D, вам нужны специальные очки с синими и красными стёклами, чтобы увидеть нужный эффект трёхмерного изображения. Эти очки можно также использовать для создания эффекта анаглифа. Анаглиф или стереоснимок представляет собой пару изображений, окрашенных в разные цвета. Эти картинки можно увидеть, используя красные и зелёные, красные и синие или красные и голубые линзы. Цветовое разделение сделано намеренно. Оно создаёт монохромное объёмное изображение. Впрочем, бывают и цветные анаглифы. Слово «анаглиф» произошло от греческого «анагулифос», что значит «брельеф в камне» или, другими словами, «резное изображение». «Ана» значит «верх». «Глуфен» — «резать». Два француза, Жозеф Далмейде и Луи Дюорон, открыли этот эффект в 50-х годах XIX века в результате эксперимента. Далмейде создал волшебное 3D-слайд-шоу, используя синие и красные фильтры. На показ зрители должны были надеть красно-синие очки. Затем Луи Дюорон создал первый печатный анаглиф, используя фотографические и типографские техники. Анаглифы печатались в комиксах, газетах и даже рекламных объявлениях. В 1935 году к таким комиксам продавались специальные очки. Трёх- и четырёхцветные анаглифы до сих пор используют создатели комиксов и рекламных объявлений. Однако большинство этих изображений всё же чёрно-белые. Пользоваться 3D-очками всегда увлекательно, особенно когда образ возникает на бумаге или экране. Вам, наверное, интересно, как именно они устроены. Через красную линзу очков проходит только красный свет, поэтому, глядя через неё, глаз видит всё в зелёном спектре. С другой стороны, зелёная линза пропускает только зелёный свет, и глаз будет видеть картинку в красном спектре. Когда будете смотреть фильм в 3D, вспомните, о чём мы сегодня говорили. Удивительно, как цвет может нас обмануть, но в то же время он создаёт неповторимые потрясающие эффекты. Факт. Память, основанная на запахе, имеет более сильную эмоциональную привязку. Наверное, самую сильную из всех. Вы скажете, что всё, что мы видим, реальное. Потому что раз мы это видим, значит, оно должно существовать. Так? Не спешите соглашаться. Есть вещи, которых просто не может быть, хотя мы видели их своими глазами. Взять хотя бы невозможные фигуры. Нет, мы не говорим о магических предметах. Невозможные фигуры — это образы, разрушающие наше понятие о том, что существует, а что нет. Логически они возможны, но как они сделаны? Представим себе невозможный треугольник. Как он построен? Определённо вы над этим задумаетесь. Вот вам ещё невозможные фигуры. Взгляните на них и подумайте, где у них начало, конец, как они соединены. В мире существует масса этих чудо-штуковин. От некоторых голова кружится, поскольку они вращаются. Удалось понять, как они устроены. Нижние лица — всего лишь перевёрнутые отражения верхних. Здорово, правда? Вот ещё перевёртыши. Это самая старая вращающаяся голова в истории. Это римский мерный стакан II века н.э. Хранится он в Национальном музее в Будапеште. К невозможным фигурам относятся и гибридные портреты. Это картины, где один портрет наложен поверх другого. Когда вы его рассматриваете, один образ виден с близкого расстояния, а второй — с дальнего. Или если уменьшить масштаб картинки. На этом портрете Чарли Чаплин становится королевой Виктории. Как вы заметили, верхнее изображение сделано таким образом, что вы видите набросок, который становится прозрачным. Второе изображение размыто, поэтому его можно увидеть только с расстояния двух и более метров. Эту технику впервые применили от Олива, Антонио Таральба и Филипп Шинс. Её представили на конференции электронной графики Сиграф в 2006 году. Технически из образа Чарли Чаплина убраны все высокочастотные линии, а из образа королевы Виктории все низкочастотные. Надеюсь, у вас ещё не разболелась голова. Помните, нет ничего невозможного. Наши глаза каждый день видят нечто новое, а с помощью мозга они открывают для себя иные горизонты. Иногда они вводят нас в заблуждение, но всегда так интересно делать открытия. Что ещё мы успели узнать? Смотрите внимательно, расширяйте кругозор и не ленитесь присматриваться, никогда не зная, что скрывают привычные вещи. Помните, первое впечатление не всегда бывает единственно верным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова